Одно из того, чему посланник, саллиллаху алейху ассалям, придавал огромное значение в своей жизни, это воспитание молодых людей. С молодыми у него были особенные отношения. Ведь у молодых есть жизненная сила, которая обновляется в уме. Пророчество Мухаммаду, саллиллаху алейху ассалям, было неспослано в молодости. Первый, кто уверовал в него, это молодой юноша. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал, я завещаю вам хорошо относиться к молодым, у них мягкие сердца. Я послана с истинной великодушной верой. Молодые приняли присягу, а взрослые отвергли. Первый, кто уверовал в пророка, саллиллаху алейху ассалям, был юноша. Эта умма состояла из молодых людей и устанавливалась ими. Когда пророк, саллиллаху алейху ассалям, завоевал Мекку, то оставил над ней смотрящим Аттабу ибун Усайба, молодого юношу, ему был 21 год. Когда пророк, саллиллаху алейху ассалям, пожелал отправить в Медину вместо себя человека для обучения людей до переселения, то отправил молодого Мусаба ибн Умейра, который ранее был заблудшим, а ислам возвысил его на уровень размышления так, что он стал посланцем пророка, саллиллаху алейху ассалям. Это было важным и решающим делом в отношении всего ислама. И пророк, саллиллаху алейху ассалям, возложил его на притчи одного из молодых. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, назначал молодых на степень предводителя даже в знаниях. Ибн Аббаса спрашивали, а он был молодым, приблизительно 15-летним юношей. С ним советовались в толковании Корана, в толковании аятов. Еще ибн Аббас говорил лучше вас о запретном и дозволенном, знает Муаз ибн Джаббаль. Муаз ибн Джаббаль умер во время правления Умара ибн Хаттаба, когда было ему 33 года. То есть, значит, во время посланника Аллаха, алейху ассалям, Муазу было около 15 лет. Это все дает нам понять, что пророк, саллиллаху алейху ассалям, придавал значение молодым. Усамия ибн Зайду пророк, алейху ассалям, дал знамя и отправил предводителям в большом войске, а ему было 17 лет. Если мы сравним это с нашим временем, то увидим, что многие молодые не знают свою истинную роль. Если обратим внимание на слова, сказанные посланникам, саллиллаху алейху ассалям, молодым людям, то найдем, что все эти обращения очень значимы. Молодые люди являются продолжением человечества в этой жизни. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, поражался стремительностью молодых, а также их легкомыслию. Когда пророк, саллиллаху ассалям, был возле Мекки, и Муэдзин читал Азан, он услышал молодых людей, которые издевались над Азаном, пытались подражать. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, повелел позвать их, там было 10 человек. Он заставил каждого из них читать Азан. Когда второй из них прочитал Азан, пророк, саллиллаху ассалям, сказал, «У тебя красивый голос». Его звали Абу Махзура. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, повелел ему вступить в Харам и прочитать там Азан. Пророк, саллиллаху ассалям, сразу назначил его Муэдзином Харама, Мекки, самой высокоочтимой мечети на земле. Этот мальчик недавно издевался над Азаном, но у него был красивый голос. И пророк, саллиллаху алейху ассалям, распорядился назначить его на такой почитаемый пост. Во всем этом есть указание пророка, саллиллаху алейху ассалям, о том, что подросток, когда его назначают ответственным, ставят в каком-либо деле главным, спешит, старается сделать лучшее, порученное, достичь успеха. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, также делал следующее наставление. Кто может содержать жену, пусть вступает в брак, а кто не может, пусть соблюдает пост. Поистине это уменьшает желание. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, пояснил, что у молодых есть такое желание. Если человек будет следовать таким своим желаниям, то потеряет разум. Хадисе сказано, у молодых мягкие сердца. Пророк, саллиллаху ассалям, желал, чтобы молодые люди направляли все свои силы на дозволенное, для освобождения разума, для улучшения отношений с Аллахом, святом и велик. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал, наиболее любимое творение Аллаха – это молодой человек с красивой внешностью. Для молодого человека, направляющего свою молодость на поклонение Аллаху, бывает высокая степень перед Аллахом. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал, есть семь категорий людей, они будут находиться в тени Всевышнего в тот день, когда другой тени не будет. Один из них – это молодой человек, который вырос в поклонении Аллаху. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, также придавал высокие статусы девушкам. Когда направлялись в сражение в Хайбар, пришла одна девушка, Майя аль-Махзумия, и сказала, «О посланник Аллаха, возьми меня с собой». Он спросил, «А что ты будешь делать?» Она ответила, «Я буду носить воду и лечить больных». Пророк, саллиллаху алейху ассалям, взял ее с собой. Она сделала свое дело в Хайбаре, а когда завершилось сражение, Пророк, саллиллаху алейху ассалям, надел на нее ожерелье. Эта молодая девушка гордилась тем, что ожерелье надел на нее сам Пророк, саллиллаху алейху ассалям, и говорила своим подругам, когда повзрослела, чтобы, когда она умрет, ожерелье положили вместе с ней. Когда Пророк, саллиллаху алейху ассалям, был на пути в Табук, с подвижника увидели молодого человека, посвящего овец, и сказали, что если бы этот молодой человек был бы на пути Аллаха, то в этом было бы благо, на что Пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал, «Если он помогает семье, то он на пути Аллаха, если он работает для себя, то и тогда он на пути Аллаха». Пророк, саллиллаху алейху ассалям, хотел сказать этим, что роль молодого человека в этой жизни может быть хозяйственной, может быть связанной с наукой. Рекомендуется не унижать, не презирать какую-либо роль молодого человека, поскольку каждый занимается важным делом, каждого своя роль в этой жизни.